И все, привет, ребят, с вами Сарвайка, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем бездонат аккаунте, и это тот самый аккаунт, на котором у нас есть новые устройства с нашего челленджа, и сегодня у нас будет обзор на подавляющую смесь, на то устройство, которое у нас в донатной линейке за боевой пропуск. Посмотрим, насколько оно эффективно, посмотрим, насколько оно актуально в нашей игре, и я выскажу уже свою точку зрения, стоит ли его вообще покупать, стоит ли покупать этот боевой пропуск, если вы акцентируете внимание в челлендже исключительно на именно этом устройстве. Есть ли в нем смысл, нагибает оно, не нагибает, благо у меня жига прокачана, потому что в свое время я брал устройство магнитную смесь, и думал, что я здесь на этом аккаунте буду играть на жиге, после чего мне на этом аккаунте упало еще два устройства, которые, к слову, сегодня имеются уже в челлендже, именно парализующая смесь и подавляющая смесь, но и как раз таки жигу с подавлением мы сегодня вместе с вами и затестируем. Что касаемо корпуса, то у нас здесь все стабильно, это диктатор, и что касаемо дрона, то по дрону мы сегодня, конечно же, берем моего фулл прокачанного ловкача, и красочку мы также сегодня меняем на ту, которую я выбил, блин, эту я выбил или не эту я выбил, я уже не помню, какую я выбил, но в общем и целом будем считать, что эту я выбил красочку, я просто уже подзабыл. Так, порезом, что у нас порезом, 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 давайте поменяем резист от Теслы на резист от Рикошета, потому что мне кажется, что их будет матчмейки сейчас побольше, ну и если что, там еще дополнительно переоденемся. Все, полностью наша комбинация готова, и мы отправляемся в бой по режиму, я бы хотел бы пикнуть на такой комбинации CTF-очку, и уже в рамках CTF-боя посмотреть, что же у нас получится, насколько это будет эффективно, насколько она сработает, это замечательная комбыночка, ну и колька можно будет на ней втушить. Так, карта идеальная нас закидывает, порезом сразу у противников есть целых три резиста от Жиги, на сегодняшний день вообще резисты от Жиги я считаю, что не актуальны, ну и подава у нас наносится на постоянной основе. Самый главный вопрос, лучше Жига или Фриз? На этот вопрос тоже постараюсь дать ответ по ходу этого видеоролика. На Жиге, честно вам скажу, давным-давно уже не играл, я если и играл, то играл как раз-таки на Фризе, но Жига, ну, наверное, сейчас находится в таком среднем балансе, да, то есть я бы не сказал, что она не нагибает, что она нулячая, но я бы и не сказал, что это прям какая-то супер имбовая пушка, да, то есть это средний баланс, и если вам интересна эта пушка, то на ней, конечно же, можно играть, надеюсь, можно грамотно реализовывать свои моменты, и увозить, доставлять, набивать киллы, да, все это можно делать на ней без проблем. Главное выбирать правильную комбинацию, в которой все это дело будет работать. Ну и пробуем. Так, у нас три противника с резистом, целых три противника с резистом, это, конечно, много, а Жиге, которая, ну, не является супер-метовой, потому что сейчас у нас есть большое количество всяких разных вооружений, которые находятся в мете, от которых вообще, по идее, в приоритете должны брать резисты игроки в нашей игре, так, но, похоже, доставочка нет, доставочки нету, ну и что нам наши тиммейты с трупом им столкнулись, и по итогу у них флаг вернули, прикольно, 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 никак пока что счет не откроется, но, что касаемо продувов, да, что Жиге, что Приза, что даже Изиды, да, ближнебойных пушек Теслы, на всех этих пушках я считаю, что дрон, ой, дрон как раз-таки ловкач, это приоритет, да, то есть лучше ловкача для продувов нету дрона, да, и даже Гиперион будет хуже, потому что нужна скорость, нужна возможность быстрого подъезда к противнику, и за счет этого как раз-таки быстрого подъезда у вас есть возможность реализовать максимально грамотно и качественно свою пушечку. Так, сейчас этого молодого, я так думаю, сольют, меняем траекторию сразу, оп-хоп, хоп-хоп, доставочка есть, есть контактик, отлично. Так, что тут у нас дальше, урончик начинает по мне какой-то залетать пробитие, конечно, печально, что у меня нет иммунки, но доставочку первой мы сделали. Так, у нас уже появляется овердрайв, попробуем сейчас Жигу с подовером реализовать, посмотрим, что на Жиге подовером у нас будет, будет ли возможность вообще тут понаносить нормальное количество урона. Так, ну, ДДшка, конечно, слетает просто только в путь, да, сразу там все эти дроны отключаются, подава, конечно, но это вещь, это вещь, да, то есть я постоянно раньше вообще любил поиграть на фризе, до того момента, пока у меня там не было чего-то уникального интересного и не было у нас каких-то суперметов, фриз с подавой это, ну, бодряк, бодряк, реально, а Жига с подавой, ну, это, грубо говоря, тот же самый фриз, только тут уже надо смотреть, есть ли у противника резист, да, то есть если резистов от Жиги нету, то берете Жигу, да, если, например, от Фриза резов много, если от Жиги есть реза, берете Фриза, благо у меня здесь эти две пушки прокачаны, ну, а если сравнивать эти две пушки по безрезисту, да, то есть если у вас что от одной, что от второй нету, то я больше все равно склоняюсь к Фризу, потому что Фриз отключает ДДшку, плюс наносит дополнительную заморозку, которая в моменте может зарешать, ну, и плюс, конечно же, у него ДПМ в секунду больше, чем у Жиги. Как бы мне кто чего не говорил, что там, типа, почему там Фриз лучше, да, чем он лучше, да, он нифига не лучше, но поверьте мне, поверьте мне, если сравнивать Жигу и Фриза по безрезиста, то вы на Фризе при любом раскладе сделаете больше, чем вы сделаете на Жиге. Вопрос лишь только в том, если у вас на Фриз, ой, вернее, на Жигу или на Фриз те же самые устройства, да, то есть если у вас, например, на Фриза нет устройства с подавой, то понятное дело, что Жига с подавой смотрится куда интереснее, чем Фриз, например, на том же Адреналине, да, и у вас, например, больше нету никаких интересных устройств. Если уже у вас есть на Фриз подаву и на Жигу подава, то тогда как раз-таки у вас есть возможность выбора, и вы уже акцентируете свое внимание на том, от чего резиста нету и что лучше использовать. Так, флаг не вернулся, есть возвратик, и, похоже, доставочка тоже есть. Хорошо, 6-0, ну и мы уже, я так понимаю, что везем последний флаг, я овердрайв свой не прожал, но в целом доставки на таких вооружениях делаются очень просто, да, то есть реализация по доставкам для CTF, для регби, это очень хорошее сочетание, которое будет окупаться всегда, и оно будет работать даже против хороших противников, ну и понятное дело, что на Диктаторе Диктатор в этой комбинации играет тоже очень важную роль и дает, конечно же, свои плоды, за счет которых можно получить дополнительную, качественную, контентовую прибыль. Так, нас закидывает на Рио, и здесь как раз-таки уже могут быть у нас небольшие проблемсы, но посмотрим, посмотрим, что здесь будет у нас предлагать противник. У меня, кстати, уже есть броненосец 35-шаговый, и есть резист от Скорпиона 35-процентный. Может быть, даже нам стоит будет в этой катке его одеть, если вдруг меня сильно будет кошмарить Скорпионы. Я вчера приобретал как раз-таки все эти моментики на случай таких ситуаций, да, когда у нас там Скорпионов много, которые там мешаются, нагибают, и все в этом духе. Поэтому если вдруг в этом будет необходимость, то мы, конечно же, можем взять. Ну, подава, конечно, вот здесь, когда расходочек так отключает, ну, блин, ну, смачно, ну, смачно. Очень круто. Очень круто работает, очень эффективно работает, что самое главное. И постоянно вы контролируете противника и его дрончик. Ну, единственное, только если вы играете против Гипериона, либо против того же Брута, да, то есть вы не получаете никакого дополнительного плюса. И вы не отключаете ему никакой там припас, не отключаете дрон. А так, если противник играет на чем-то другом, то вы уже как раз-таки работаете в плюсе для себя. Так, у нас пытается противник увести флаг, отлично. Воза нету, возврат есть, доставка есть. Супер, повели уже по счету. Шикарно. У меня 60% повердрайва. Давайте попробуем от этого молодого слить. Нет, меня все-таки сбривает быстрее. Ну, резав от Джиги, понятное дело, что не будет матчмейкинги, как и от Фреза. Сейчас что-то одной, что-то второй пушки. Особо резистов нету. Подавый успел все-таки чуть-чуть поймать и сбить нитрушку, при том, что противник еще переключился на ДАшку. И благополучно получилось эту реализацию оформить. Насчет Джиги еще, что бы хотелось сказать. Это то, что теперь у Джиги баллон довольно маленький. И вы выпускаете баллон и сразу переключаетесь... Вернее, не переключаетесь, а отпускаете кнопку, да, чтобы... Ох, хорош наш чел. Чтобы баллон накопился у вас, да. Раньше же это работало немножко по-другому. И у вас была возможность игры с пушкой с большим количеством баллонов. То есть, по сути, когда вы сбливаете быстро баллон и выжидаете и переключаетесь, да, вы тратите дополнительное время, да. На фрезе чаще всего этого времени тратить вам не нужно, потому что вы уже изначально имеете пушку с большим баллоном, которая за баллон в теории может сдуть 2-3 танка в легкую, да. Если, конечно, у противника там не будет резиста, не будет там еще каких-то всяких кризисов на броне, там, ну и всего прочего, да. То есть, всех нюансов. Если никаких нюансов нет, то, в принципе, шикарно, можно быстро разбирать, уничтожать, нагибать, ну, вы, короче, поняли, да. То есть, все это можно очень легко делать. Так, увердайк, кстати, хорош, прожимается. Как раз под тиммейта, который его возит. Но ему страховочка нужна. Страховочка, страховочка, страховочка! Страховочку бы кто-то сделал бы ему, сейчас унесут его. Не, нормально, нормально, хорош, хорош. Блин, хороший зидовод, молодец. Молодец, уже второй флаг доставляет. Красавчик. При том, что против еще и пачка играет. А у нас, я так понимаю, что здесь никакой группы нету за нашу команду, то это выглядит прям очень круто. Все-таки игроки имеются, которые даже на хоре и зидах увозят флаги. Так, у нас противник пытается увести флаг наверх. Успею ли я до него или нет? Вопрос хороший. Нет, я походу не успеваю. Там я уже не успею обрезать. Тут через низ можно, если есть шансик какой-то успеть. Нет? Срезочку. Нет, срезочка не работает, к сожалению. Так, очень много магнумов я вижу против. И также я вижу Теслу. Магнум, Тесла, Рикошет. Магнум, Тесла, Рикошет. Так, и мы возьмем... Так, рис поставим на прокачку. Магнум. Магнум, Тесла. Тесла, Магнум, Рикошет. Вот так вот возьмем. Ой, Магнум, говорю. Ну, Скорпион, конечно же. Ай, блин, он переоделся с Рикошета на молот. Блин, у меня от молотки все равно резиста нет. Можем было просто рис поменять от Рикошета. Я чуть не заметил. Ну, вон, пофиг. А, есть другие Рикошеты. Это шикарно. Отлично, возвратик есть. 2-2. О, молодой человек. Он взял себе подавочку. Чтобы как раз таки не страдать. Ну, это нормальное решение, кстати. Так, а вообще, Жига, в принципе, он нормальный урон наносит. Я думал, что она, если честно, будет наносить поменьше урончика. Играют три человека, пишет. Молодой, интересно, меня он учитывал? Я написал, три человека играют. Ну, в любом случае, стараемся. Так, о, хорошо. Вот так вот. Вот против ловкача подавочка. Ух, как вкусно работает. Ну, шикарно просто. Просто шикарно. Так, пытаются увозить наш тиммейт. Ой-ой-ой, какой же он красавчик. Просто красавчик на хоре из идеи. Я в шоке. Он еще и на защитничке работает. Прикроем. Хорошо, доставка есть. Бодричело. Аккуратненько. Можно еще на девчике поработать. Например, вот так вот хоп-хоп. Так цикнуть. Если он будет увозить, то, в принципе, я вообще могу на постоянной основе работать от девчика аккуратненько. Главное, чтобы наши тиммейты делали прибыль в атаке. И тогда будет вообще все супер. И эффективно, круто и бомбически. Сейчас уже овердрайв у меня будет. Давайте чуть девчика покажем. Аккуратного. Аккуратный девчик, в принципе. Ну, 8 минут. Да, можно, в принципе. Можно. Можно и по девчика показать что-то. Работку какую. Да, здесь, конечно, паладинчика я не слил. Это плохо. Есть шансы у него на увоз. Шафт-накидочку дает. Но этого мало. Возит наверх паладин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дружанечка. Здравствуй, друг. Здравствуй, братик. Здравствуй. Блин, я не вернул. Плохо. Очень плохо, что я не вернул. Там никого нету, да? Как же обидно. Это было близко, если честно. Это было очень близко. Ну, тут паладин, конечно. У меня нет иммунки от пробития. Как же мне на этом аккаунте нужна иммунка на диктатор от пробития? Знаю, чтобы мне орех чуть-чуть подкрутил контейнер. И эту иммунку мне выдал. Но на сегодняшний день иммунка отпадала. Это лучшее, что есть в нашей игре. А у меня ее нету. Наки. Поэтому орех, если ты вдруг слышишь, сделай так, пожалуйста, чтобы у меня на беззанате здесь со следующих контейнеров уже иммунка на диктатор вкусная упала. Так, в очередной раз наш изедовод залетал на базу вражескую. Не получилось у него ничего реализовать в этот момент. Так, и противник увозит. Опять овердрайв. И это похоже на увоз. Да, бесшансовый при том увоз. Ну, а что можно сделать, когда у противника все в паладинах, которые выжимают овердрайвы, а у тебя, ну, нет никакой контры. Да, то есть, ну, нет контры. Очевидно, что здесь, если у тебя нечем контрить типов на паладинах, они при любом раскладе будут увозить флаги с прожатыми овердрайвами. Да, ну и плюс у нас в команде 0 иммунокот пробития. То есть, любой паладин, который раздается, он может очень легко переиграть. Так, овердрайв падает. Здесь вообще можно было, по сути, нормально так кошмарить. Нормально так вкусно кошмарить. Но они, чтобы нас, если честно, и не кошмарить. Так, у меня взбревает. Еще и шар втушивал молодой на дэвчик. Офигеть. Нормально так. Нормально так поработают ребятки. На дэвчик. Хорошо, взбреваем одного бойца. Драйв кто-то уже от дэвчика прожимает на викинга с маке. Он пытается что-то сделать. Уже эти теслы стоят сверху. Накидывают меня бы их набрить вообще, если честно, по-хорошему. Потому что вот это вот, когда так стоят и накидывают, это, конечно, не очень. Это очень, не очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин, ну почти. Почти получилось, а? Почти, почти. Чуть-чуть-чуть-чуть не пошло. Раздачка от паладинчика. Овердрайва. На гелиусе. Ну и это попытка увоза, да, здесь, конечно. Здесь, конечно, единственное... О, хорош. Кто-то у нас втушил. Походу, запикался за нас. Нормальный такой боец. Нинки меня натянули. Кто там у нас на Скорпионусе? А, викинга-скорпиончик. Бэ, ну шансы, наверное, есть какие-то еще. Давайте пробовать камбэкать, я не знаю. Может, что-то получится у нас. Ой-ой-ой-ой. Куда-куда-куда улетаем, братанчик? Бэ, он тут еще блокшотик сработал. Блокшотик сработал красивый. С3. Ну, к сожалению, да, чуть-чуть нам не повезло здесь с командочкой. Чуть-чуть тяжеловато реализовывать свою комбинацию. Ну, может, на основе с каким-нибудь там Кризисом, с каким-нибудь там Вкусным Ареса Скорпиончиком на накидке я бы мог здесь что-то сделать. Либо там, я не знаю, с каким-нибудь там Риком или еще с чем-то. Ну, а так, с таким вооружением, конечно, крайне тяжело. Да даже не вооружением. Даже не вооружением. Здесь, я думаю, даже проблема не в вооружении, а проблема в том, что у меня просто-напросто нет нужной иммунки, в которой я мог бы контрить паладина. Ну, а так, в целом, что бы я бы сказал по Жиге. Жига с этим устройством смотрится неплохо. Неплохо. Но, если у вас есть фриз спадавый, то он будет лучше, чем эта Жига. Это стопроцентный факт. Плюс. Жига находится в среднем балансе. На сегодняшний день имеется супер большое количество разных вооружений, которые находятся в очень хорошей мете. Например, Рикошет, например, Гром, например, Скорпион. Ну, даже Скорпион можно чуть подубавить. Ну, даже тот же Шафт, да. То есть, все эти пушки будут находиться выше. Тесла тоже выше. А Жига это, ну, средний баланс. Средний. Даже Гаусс сейчас смотрится интереснее, чем Жига. Поэтому, если у вас есть какие-то другие интересные пушки, то лучше, конечно, использовать их и не акцентировать особое внимание на этой Жиге. Но, если же вам очень сильно нравятся продувы, у вас нету фреза с подавлением, у вас есть только Жига, то эта Жига это отличный вариант, чтобы ее приобрести и на ней полноценно играть. Поэтому, здесь уже полноценный выбор идет исключительно за вами. То, что вам нравится, что вы хотите от этого получить, то вы и приобретаете. Надеюсь, что у меня получилось объяснить все, что я думаю по этому устройству. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддерживайте его лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный тег, это тег.темп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрышах. Цель информации по розыгрышам есть в описании, поэтому переходите, участвуйте и выигрывайте достойные призы. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.